Меня зовут Дмитрий Филоненко, эксперт по подбору автомобилей США. Сегодня мы встретились с нашим заказчиком. Его зовут Евгений, которому мы пригнали автомобиль Ford Fusion. Итак, Евгений, здравствуйте! Добрый день! Евгений, расскажите, пожалуйста, в каком состоянии приехал автомобиль США? Кроме того, что я, насколько я помню, там у него было фронтальное повреждение, капот был примятый. Машина была ударена вперед, левую часть, бампер, фары, немного крыло. Ну, в принципе, все, что было на ней, все родное ее стоит, кроме передних фар. Кроме передних фар? Да. Фары мы купили здесь. Они европейские уже, от Ford Mondeo подходят. То есть, Ford Mondeo подходит без проблем? Все запчасти одинаковые. Пол машины. Замена была масла. Ну, ремни, расходник. И единственное, там я один рычаг, из-за того, что он алюминиевый, шаровая опора немножко шаталась. С какой стороны меняли? С правой стороны. С правой, получается, значит... А, вот тут эта сторона, получается, вот вы. Стоимость рычага, конечно. Для такой машины, я не знаю, 5000 гривен у нас в Украине стоит. Оригинальный тут, другой не ставится. Замены нет. То есть, я понял. Хорошо, получается, значит, вы говорите, что все родное, кроме, значит, оптики. Давайте тогда пообщаемся о такой интересной теме, как, значит, у нас, получается, был поврежден передний бампер. Он там был где-то, я так понимаю, сложен, наверное, внутри. Он был сложен пополам. Вот. Ну, наши умельцы, они все клеится, пластик, паяется, все делается. Поэтому, поэтому, мы все установили на месте. А сколько пошелся вам ремонт? По работе ремонт обошелся в районе 1000 долларов. Ну, это с покраской. Плюс запчасти, фары. Где-то в районе 350 долларов получилась. Угу. Ребята заварили алюминием, аргоном. То есть, несмотря на то, что это алюминий, его восстановили, как говорится. Да. И сколько восстановления капота вам обошлось? Ну, это все входило в стоимость ремонта. То есть, 1000 долларов, да? Да. Вообще прекрасно. А сколько обошлась вам оптика европейская? Оптика обошлась 350. Два замка. Два замка. Интересно. Расскажите, пожалуйста, почему выбирали именно с двигателем 2.5? Обычный мотор, атмосферный. Можно поставить газ. Я пока не ставил, но я, в принципе, все устраиваю. Получается, вы уже его обслуживали? Или, так сказать, какие он требует обслуживания, там, внимания к себе? Да ничего не делали, кроме замены масла. Фильтров и все. Машина ездит даже с родным аккумулятором. Даже с родным аккумулятором. Интересно. Расскажите, пожалуйста, когда автомобиль приехал, он действительно заводился, ехал, как это было на аукционе указано? Да. Автомобиль ехал. Ну, не заводился только по одной причине, что сел аккумулятор. Поставили другой, завелся. Угу. И ехал. Вот. Хорошо. Нам тогда, получается, обошелся в сколько? Мы вы купили на аукционе, по-моему, за 1625 долларов. Где-то да. Вот. И... С обогами, по-моему, по-моему, 1900 долларов. Да. И в Украине получился он с доставкой и растаможкой уже вам сколько? 8500. 8500. Плюс ремонт – 1000 долларов. А сколько вам обошлась сертификация, постановка на учет? Сертификация обходится в районе 300 долларов. Постановка в районе 150 долларов. Вот. В конце, друзья, я выложу схему, где я расскажу, покажу, какая получилась итоговая стоимость автомобиля. Вот. А пока мы передвигаемся, посмотрим остальную часть. Значит, это у нас модель SE. Да, SE – это 2013 год. Вот такой автомобиль. Чистый SE. Расскажите, пожалуйста, о его преимуществах этого автомобиля. Какие есть интересные опции и фишки в этом автомобиле? Здесь есть уже парктроник установлен. Плюс есть автозапуск двигателя. Ну, стеклоподъемник, кондиционер, и все это работает. Все отлично. Вот. Аудиосистема, фордовская, там стоит. В принципе, все. Что надо. Ну, мультируль. Я не знаю, что вам рассказать все по наличию. Можно посмотреть, например, сиденья идут, значит, из ткани. Сиденья из ткани. И, кстати, сиденья идут, насколько я понимаю, с электрорегулировкой. Только водитель, скажите. Только водитель, скажите. С электрорегулировкой. Есть подстаканники, есть монитор. Так, значит, скажите, камера заднего вида присутствует? Нет, в этой модели нет. В этой модели нет. Да, ну, здесь электрозеркала. Угу. Есть электрозеркала. Так, хорошо. А скажите, пожалуйста, как вообще вам трансмиссия? Как она себя ведет? Трансмиссия ведет. В принципе, когда первый раз взял, было неожиданно. При переключении на холодный мотор, как подал рывок. Ну, испугался, что что-то с коробкой передачи. Ну, потом почитал, посмотрел по форуму, что это, в принципе, нормально на холодный. Когда прогревается, такого нет. Ну, и там должна дождать, когда заводите, обороты повышены. Потом они опускаются, когда машина прогрелась, можно ехать. И тогда все в порядке. Друзья, также прошу обратить внимание, что в этой комплектации СИ есть поворотники зеркал. Что немаловажно для сертификации. А как подвеска в этом автомобиле? Очень мягкая, очень плавная. Мы летом ездили за границу, путешествовали. Ну, комфортно ехать. Не устаешь за рулем. Все отлично было. Детям очень понравилось. Дети довольны данным автомобилем. Им комфортно. Автомобиль изначально брался как семейный. Хотелось большую машину, но не хотелось с большим расходом. В принципе, по трассе этот автомобиль берет около 7 литров. По городу действует 11,7 литров. В зависимости от динамики. Друзья, багажник достаточно очень вместительный, большой. Вот если посмотреть, куда реально можно целиком залезть. Вот реально, куда-то дотягиваюсь, с другом еле-еле. Тут место просто, вообще просто, реально очень большой багажник. Давайте также пойдем сейчас посмотрим вместительность салона. Для пассажира достаточно очень много места здесь. Тоже вместительное. То есть я спокойно сижу. При том, что рост водителя достаточно очень высокий. И у него кресло поддет нормально назад. По ощущениям, мне нравится здесь ткань, здесь очень удобно сидеть, я скажу так. Спокойно помещается полноценно. Здесь три взрослых человека. Вот. Тут у нас что, есть стеклоподъемники электрические тоже. Что могу сказать. Очень классно, очень удобно. У нас стоят, насколько я вижу, радиус колес 17. Большие фордовские стоят диски. На всех. Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии приехала резина? Резина приехала, ну, я, если 5-100%, могу дать, ну, 70% износа была резины. Не знаю, мне повезло, наверное, в этом плане. Я не менял резину, сейчас переобулся на зимнюю уже, просто погода. Факт, в принципе, довольно-таки хорошая резина приехала. На этом тоже большой плюс. А в эксплуатации вообще, как вот вам автомобиль получается? Смотрю, вы брали его для семьи. И расскажите, как семья относится к автомобилю? Семья очень относится позитивно. Им очень всем нравится эта машина. Они говорят, чтобы я не продавал. Если вдруг надумают, то они не хотят никакую другую машину. Только это им очень нравится. Сыну очень нравится играть в багажнике, залазить изнутри. Это его домик, он говорит. Куда бы мы ни ехали, он всегда там играет. А в целом, очень хорошая машина. Очень плавная, комфортная, без ходовая. Все ямы наши, которые мы на наших дорогах, проезжаем комфортно, без всякой тряски. Кто захочет, заказывайте, не пожалеете. При ремонте автомобиля, передней части, мастера обратили внимание на то, что при нагреве краски она не горит. Она на водной основе, что очень удобно для ремонта. Краска не плавится и можно спокойно работать. В Украине, к сожалению, таких красок не продаются. Но можно подобрать для нашего рынка. У нас краски тоже есть. Как вы видите, подобрали, в принципе, по цвету и не отлетяете. Вот можно даже сравнить, получается, подсветка пота и основной цвет автомобиля. Евгений, скажите, а в целом, как вы доволен работой нашей компании? Да, я бы порекомендовал компанию Artex для заказа автомобиля из США. Это второй раз, когда мы обратились к Дмитрию непосредственно. Он профессионально справился со своей работой. Подобрал очень качественный автомобиль с небольшим уроном. Это стоит того, чтобы обращаться в эту компанию. И вы будете всегда рады и застрахованы, что они вас не подведут. Спасибо большое, Евгений. Пожалуйста. Хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо вам. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok